Сандер Сергеевич Пушкин, может, помните, что мы сейчас присадим. Ровно в 10 утра судебные приставы и понятые начинают опись имущества. Чтобы не запутаться, вещи фиксируют слева направо. Первым в опись имущества вносят собрание сочинений Пушкина. Документов, по которым можно приостановить выселение у прежних хозяев, нет. Поэтому все предметы поочередно отправляются в специально приготовленные мешки. У вас есть возможность взять свои вещи ценные. У вас есть возможность взять какое-то питание. Пожалуйста, у вас есть возможность посмотреть, сколько помощников. У вас есть возможность, чтобы мы вам помогли. Я в господственица! Сын выселяемой Натальи Ежболдиной купил и подарил ей эту квартиру еще в 91-м. А спустя много лет прежний собственник, некая Валентина Юдина, решила протестовать договор купли-продажи. Но суд вынес решение в пользу Ежболдиной. Затем объявился еще один претендент на эту трешку, племянница Юдиной. Я вообще, честно говоря, вообще не придала значения, как это какая-то племянница приезжает и начинает говорить, что там 3600 по наследству, свидетельства о наследовании квартиры нет, ничего нет. Получила 3600 и вдруг она у меня квартиру будет отбираться. Суд признал собственностью племянницы часть квартиры. Квадратные метры присудили согласно уплаченному по его взносу еще во время строительства дома в далеком 78-м году. Деньги вносила покойная мать истицы. В этом же судебном решении Ежболдина перестала быть владелицей квартиры. А меня лишает право собственности, потому что я боевые взносы не вносила в ЖСК. Среди непрошенных гостей та самая племянница, которой теперь принадлежит часть квартиры. По словам женщины, именно ее мама Аня Юдина в ЖСК построила эту квартиру. А к дарению не рассматривали. Вообще куплю продажи от Юдиной к Ежболдиной признали незаконно. И соответственно все остальные, кто кому что дарил, даже не рассматривали. То есть вернули в 94-м году все на места. Впрочем, Ежболдину могли бы и не выселять, если бы она доказала, что ей принадлежит хотя бы вторая часть квартиры. Она должна сейчас путем сбора документов зарегистрировать за собой право на три четверти, чтобы она имела право там проживать как собственник. Если, конечно, не появятся какие-то новые претенденты и не будет новых подвижек в этой истории. Помимо Ежболдиной на оставшуюся часть квартиры вновь может претендовать Валентина Юдина, которая 22 года назад выставила квартиру на продажу. Ирина Начарова, Артем Горчаков, 6 канал.